Здравствуйте, дамы и господа. Есть что рассказать. Сегодня у нас небольшое видео обзор на Ямаха XV 1600 Руалстар. И мы едем чисто покататься по Самаре. Ну что могу рассказать, как он рулится, как он едет. Вообще, в целом, у меня на нем уже... Я на нем уже еду 4000 километров. Прошел месяц, как я его купил, и незаметно для себя я уже проехал три с лишним тысячи километров. И это вызывает прям сплошные эмоции. Причем эмоции только позитивные. Он держит дорогу, вот любой поворот. Вот это все для него не проблема. То есть, можно закладывать вплоть до подножа. Причем, кстати, это делается даже не специально. Потому что у него подножки расположены довольно низко. То есть, это не самая нижняя часть мотоцикла. Это подножки и дуги. Вот я дуги установил штатные. Они располагаются ниже всего, то есть, ниже рамы. И в первую очередь, когда ты наклоняешься, ты задеваешь ими. Ну, и это не страшно. Это прикольно даже. В этом есть своя прелесть. Ну, вообще, когда ты едешь, допустим, на трассе, то есть, ни о каких это подножках в основном речи-то не идет. Потому что ты все равно, то есть, на скорости такие виражи в основном не исполняешь. Так что, в этом нет ничего такого. Вот. Проехать немножко между рядами. Вот, спокойно, пожалуйста. Захотел и проехал. То есть, конечно, это 350 кг. Они рулятся не так легко, допустим, как UBR. Или даже тот же инкрудер, который 240 кг весил. Здесь ждет и на 100 с лишним килограмм больше. Но рулятся вообще офигенно. То есть, он держит траекторию и в повороте. Держит траекторию и по прямой отлично. И срезы асфальта не замечает. То есть, ну, возможно... Кстати говоря, здесь старая резина. Дамлоп, по-моему, стоит еще с 2007 года. Там еще он со штатов такой пришел. И даже вот на старой резине держит дорогу вообще прикольно. Кстати говоря, что могу сказать отдельно. Отдельно я должен заметить то, что у него вот эта ветрозащита. То есть, с моим ростом где-то 172, там, или 174, там, не знаю, по-разному бывает. И вот это... Офигенно! То есть, в Мозду ничего не летит. Я езжу в открытом шлеме, то есть, и на моем этом мотоцикле в открытом шлеме ехать вообще одно удовольствие. Какой долгий светофор. Ну вот. Что еще можно сказать? Звук. Вот, звук у него чудесный. А еще, то есть, он не очень замечает... Ну, вообще, фактически, не замечает бочки. Вот такие вот, я имею в виду, в пределах разумного. Потому что, ну, то есть, он не эндурик, то есть, он не рассчитан для того, чтобы скакать по лесу или по горам. Хотя бы недавно вот ездили в Винопы. И также я лазил в небольшие горки, залазил. То есть, я залазил. Вот. И по полям я подрифтовал. Тоже прикольно. И все, то есть, задел всего один раз поле, короче, на башне там задел пухой. А и то, я задел его рамой, поэтому это не страшно. Какой классный будет. Здесь он гоняться особо-то некуда. Ну, в общем, первая у нас, это на 40 километров. Вторая у нас где-то до 70. И третья уже сотка. Это если динамично ехать. Вот, неровности, переползаем, спокойненько вдвоем, с пассажиром, даже не шерпнули. А какой звук это, блин. Это секс, это паната, как делают 3D-дэвидсо. Фактически так, что. Вибрации на ходу почти нету. То есть, кроме того, когда ты едешь на слишком низких оборотах. Все можно сказать еще отдельно, блин, какое здесь удобное седло. И в целом, посадка классическая. Ноги расслаблены, немного вперед. И в этой версии, именно версия Вилл-ФТАР, она вот эта, с ветровым стеклом и, как это называется там, платформой пассажира вместо подлона. И вот эта версия, она особо шоколадная. То есть, здесь и пассажиру удобно. И, то есть, и тебе удобно. То есть, с этим огромным ветровым стеклом прям. Это тот самый кайф, который прям... Вот она. Уттаскивает и на второй, и даже на холостых. Кстати говоря, выхлоп здесь неразной. Выхлоп здесь, тюнинг, это фирма БАП. Или БАП всякую, не знаю, что это такое. Я никогда не слышал про этот фирм. Но звук вообще прикольный. Поначалу я боялся, что он слишком громкий будет. Будет надоедать. Но нет, я вот проехал. Грубо говоря, уже 4 тысячи километров пошло, как я на нем езжу. Я бы не сказал, что это прям такой убивающий звук. У меня был на диспераде там отчаянный выхлоп. Просто почти прямоток. То есть, с огромной банкой. Вот. Он на холостых звучал шоколадно. Блин, но как вот начинаешь ехать, это прям вообще как будто тебе кувалды по голове дают. Особенно, когда ты на нем километров 300-400 приезжаешь. Да, вот так вот. Рулится, собственно, отлично рулится. Что-то лучше можно сказать. Если вы умеете ездить на мотоцикле, то есть, конечно, его не стоит брать как первый мотоцикл, потому что он тяжеловат. То есть, его силой, даже если ты там 150 килограмм весишь, ты его силой все равно не вытянешь. То есть, его нужно рулить умением, а не силой. Вот. Это определенная фишка такая. То есть, потому что вот когда ты тронулся, все, вот эта тяжесть, она пропадает. Но здесь надо знать законы физики, чтобы ехать. Ехать так, чтобы самому было удобно. Вот, видишь? А здесь вот уже тесновато, я здесь не пролезу. Ну, учитывая, что я с пассажиром еду, вполне нормально. Мы особо никуда не торопимся. Вот. Доставляет, конечно, удовольствие этот выхлоп. Вот. Что можно сказать про приборку? На приборку, в принципе, получается, ты смотришь только когда отрываешь взгляд от дороги, потому что смотришь ты вот так вот. Ну, можно смотреть поверх стекла, допустим, если немножко ровнее эту спину сделает, допустим, смотришь спокойно поверх стекла. То есть, при росте где-то вот 100, вот 160, наверное, 5-168, где-то до 1,8 метра. Будет это вообще удобно. То есть, никаких изменений. То есть, единственное, что вот, когда я поехал на нем, да, вот, проехав первые 2000, я понял, что мне надо немножко поближе руль к себе сделать. Вот. Я наклонил вот этот родной руль к себе на всю, вот, насколько было можно. Первая, да. Третья. Вообще отлично. Самое главное, какой звук, это вууу, секса. Как говорила, это фая. Да, доставляет удовольствие, конечно, ничего не скажет. Вот, и вот эта версия с этим огромным стеклом, то есть, именно, ветровым стеклом из, причем, она с кофрами идет в токе, с рамками под кофрой, там, массивные такие рамки. То есть, он уже, это подготовленный туристический фотоцикл. Здесь уже ничего не надо делать лишнего. Здесь, кстати говоря, по-моему, даже противотуманки, или как это называется, дополнительный свет. Кстати говоря, здесь равная фара, вот, очень круто справляется. Вот. И противотуманки, вот этот комплект, люстра, и два светильника, они в стоке, и они светят тоже, а очень круто. Поэтому, к основному, головному свету претензий вообще никаких нету. Вот. Седло, седло здесь, но если сравнивать, с чем сравнивать-то, я не знаю даже. Вот в этой ИК, допустим, но если, я не знаю, на 1800-м я не ездил, на 1300-м БТХ, который основной конкурент. Причем, да, вот, у него седло примерно, наверное, даже менее удобное. Примерно похожее седло еще на Ямахе, XPS 1300. Вот, но тоже нет, не оно. Вот, даже здесь такое седалище прям вызывает прям, ты какая штука, что это такое? Мазерфанкер. Вот это пик, а? Так, здесь нам надо повернуть. Ну вот, что можно сказать, съедешь, я еду вот с пассажиром, конечно, у меня пассажирская, да, вот, бараний вес, там, 50 килограмм, грубо говоря. Вот, значит, а, нет, третья скорость, я на 40-ка километрах сейчас тронулся, вот эта небольшая вибрация появилась, ну, вытягивает, грубо говоря, на третьей, там, от 40-ка до сотки. в городе основные передачи, то есть это вторая и третья передачи, ну и первая, чтобы трогаться, просто не мучить мотоцикл. Вот, что еще буду сказать? Все чудесно, все устраивает, как бы там что-то ни говорили, офигенский мотоцикл, то есть, он не так легко, конечно, по весу, то есть текать его на месте, это так себе удовольствие. То есть, между ряди бывает, его нужно положить так, то есть, именно при этом, наклонить, именно в положении такое, чтобы он проехал, допустим, между одной машиной и второй, но это, опять же, надо делать не силой, силой вы его не вытянете, то есть, это надо делать умением, то есть, опять же, повторюсь, что брать его как первый мотоцикл лучше не надо, то есть, брать его, как он гудок, у него, кстати, два сигнала стоит, гудок, как у тачки, громкий, это вообще доставляет удовольствие. Как можете заметить, стекло тут поцарапано, это предыдущий владелец, пизнулся на нем. Зеркала так же поменять тоже надо бы, по идее. Но это все нюансы, то есть, мотоцикл ездовой, он мне нужен для езды, то есть, я на ней с него форму не снимаю, на него не дрочу, поэтому он нужен для езды. А для езды важно, чтобы он был технически исправен, то есть, хорошо обслужен, там колодки, масло, свечи, резина, то есть, все это, нюансы по движку, то есть, вот это все должно быть обслужено. А как он выглядит, это уже вторично. Поэтому, какой звук, какой шоколадный звук. И, кстати говоря, когда надо, дает возможности науспориться, и в этом нет никаких проблем. Бывают, конечно, некоторые нюансы, когда ты едешь на трассе уже, после 80, после 90 километров, вот за счет старельчатой пружины, у него бывает вот этот провал, наверное, полторы-две секунды, когда ты резко откручиваешь газ, и у тебя как будто пробуксовывающее сцепление. Хотя это не так, сцепление-то оно есть, просто пружина, она передает момент не сразу. Поэтому, получается, то, что, ну, то, что получается, вот эта задержка, вот. Потом он ехать-то начинает, конечно, но вот эти полторы-две секунды, когда вот, когда тебе вроде бы надо было ускориться, они пролюбаны, и потом уже получается, то, что, либо тебе не хватает момента, то есть, мощности, 5 момента мощности, не хватает времени, то есть, допустим, завершить маневр, я езжу довольно агрессивно, и вот эта фишка для меня не очень приятна, то есть, я рассчитываю, допустим, вот эти две секунды могут быть критичны в некоторых ситуациях, когда ты откручиваешь газ, у тебя не сразу передается момент на колесо, а передается спустя там полторы секунды только, да, вот эта вот особенность вот этого тарельчатого сцепления, поэтому я намереваюсь в следующем году, или зимой, или в следующем году поставить бармон-прижимную пластину. Бля, как он едет! Конечно, это не инкрудер, инкрудер ехал намного веселее, ну, блин, процентов, наверное, на 20-30 он веселее ехал, потому что мощности там побольше, а веса на сотку меньше, на 100 тысяч килограмм. Вопрос к другому, то, что вот эта мощность, она на инкрудере, то есть, ну, опять же, куда ее реализовывать? То есть, это какой-то дрэк, муху-кар такой, который гонять по прямой, то есть, а у нас особо прямых дорог-то и нету, у нас вот такая хирота, где на нем гонять? Вот. А этот прям, на нем он путешествует отлично, то есть, но 1200 я проехал из Москвы, вообще никакой, да, никаких вот нюансов, то есть, нюанс один, точнее, есть, но этот был, этот, такой, несерьезный, потому что все это решается, это то, что я по дороге не взял с собой, взял ключи с собой, как умный человек, взял шестигранники, но проехал шестигранник на 5 или на 6, не помню, какой здесь пружину накручивается, и я не смог по дороге себе, немного наклонить руль, вот, это было достаточно, пришлось, короче, ехать вот так вот, немного тянуться, и, то есть, у меня устала немножко спина, вот, но это единственная вот проблема, а, да, еще два болта у меня открутилась, куел закрученных, передущим хозяином, но опять же, это все мелочи, нюансы, которые, то есть, не дают, то, общее понимание мотоцикла, то есть, а общее понимание мотоцикла такое, то, что он удобен, тормоза у него есть, достаточно, то есть, для его веса, тормоза, прям, не вот, я не скажу, что они избыточные, то есть, торможения отличные, прогнозируемые, как и на любом тяжелом крузере, то есть, бывает хуже, кстати говоря, то есть, здесь все-таки, двухпоршневые суппорта, но диски приличного размера, вентилируемые диски уже, поэтому они, вполне нормально себе, этот, рулятся, точнее, рулятся, охлаждаются, и все, то есть, тормоза есть, да, причем, кстати говоря, задний, задний тормоз, здесь я использую меньше, чем вот на интрудере, потому что, часто бывает, просто срывается, в юз, колесо, хотя здесь, замок управляемый, именно, вот этот, риф, на заднем колесе, или как это называется, когда-то заблокировал, заднее колесо, но все равно, то есть, это, не очень приятно, поэтому я в основном, пользуюсь передним, а задним уже дотормаживаю, вот, хотя в экстренном ситуации, допустим, передний я удавливаю, где-то на две трети только, а основная, эта, нагрузка, все равно, идет на задний тормоз, потому что, заблокировать заднее колесо, и заблокировать переднее колесо, потерять управление, это разные вещи, ну вот, так что, вот по двору не спеша катиться, осень, чудесное время года, красиво очень, вот он позволяет, надо, надо дать жару, да, у него есть эта мощность, то есть, проехать на желтенький, когда надо вот рулить, на светоопорим, вообще никаких проблем, можно вообще без рук ехать, я, конечно, сейчас не буду это исполнять, потому что здесь загруженная дорога, а как-нибудь на трассе, я все-таки покажу, то есть, как он едет, вот, у него есть все-таки свои фишки, и вот эта приятная вибрация все-таки, конечно, не Харли Дэвидсон, да, Харли, вот особенно, который этот, без, как он называется, без, сайлин блоков, который, в общем, без резинок, вот, он вибрирует, конечно, сильнее, хотя и на резинках он тоже вибрирует, мне кажется, чуть-чуть сильнее, но звук здесь вообще не уступает королею, прям, особенно с этим выхлопом, он всем радует, радует глаз, радует, ух, слух, и вообще радует, вот самые рабочие обороты его, где-то от полутора до двух с половиной тысяч, это вот тогда, когда ты почти не слышишь двигателя, он дает минимум вибраций, отцепление, вот, 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 да, мясо, вкус мясистый, причем я еду, курю, можно курить, и сигаретку не дуваешь, ну, что еще можно сказать, да, бля, пробки везде, дороги узкие, особо нигде не разгонишься, как, конечно, еще не пробки, но уже затор, что, будний день, вот здесь, это херота, здесь стояла музыка, здесь, здесь, надо потом полирнуть руль, это все нюансы, и еще будет полироваться стекло, как видите, прошлый хозяин здесь, поцарапал стекло, при падении, вот, и, соответственно, по этой же причине, я понимаю, вот эта хуйня китайская стоит, конечно, это не Кириакин, потому что Кириакин, стоит, конечно, в разы дороже, то есть, там, китайские ручки, вот эти, полторашку, наверное, стоят, а Кириакин стоит двадцатку, просто за пару ручек, я, наверное, не буду покупать никакой Кириакин, потому что, ну, это порш реально, надо, надо, ну, вот, причем, с таким выхлопом, тебя слышат, ну, конечно, что-то скажет, что прямоток, вот это, нет, не прямоток, а такой кастомный выхлоп, что это блаж, что если не хочешь уметь в городе, ну, я специально не газую, я именно, как бы, культурно стараюсь вести себя, ну, на дороге, хотя, да, бывает, конечно, немножко полиганируем, немножко косячим, но мы для этого мотоцикла и покупаем, чтобы ездить так, как на машине нельзя ездить, то есть, и ездить в кайф, ловить от этого кайф, поэтому, собственно, вот, и мы тут на днях ездили в Винновку, то есть, делали свое закрытие сезона, тоже будет видео на днях, вот, сделали закрытие сезона, ездили, правда, нас немного было, человек, наверное, 10, там, 15, а 15 человек было, 16, вот, и то там некоторые остались оснащеной, а некоторые уехали домой потом, потому что испугались, довольно холодно было, то есть, там, девчонки, там, не все готовы, то есть, в такую погоду начевать, даже там, в машине или в палатке, там, не важно, прохладно все равно, мы там мороженые, нам пофигу, вот, так что, не все, собственно, готовы, ну вот, съездили, там полазили по горам, я на нем залез на гору, около Виновки, там, наверное, метров 100 по щебенке, то есть, я на нем подрифтовал на поле, там тоже, ну, не перепутанная башня, а просто поле такое, вот, на поле разок цепанул рамой, короче, почку какой-то, ну, это хуйня, вот, зато там прикольно подрифтовать, вот, в горку залез, с горы спустился, покатались по лесу, по лесным тропинкам, по песку, вот, поэтому, он может ехать везде, собственно, как и любой дорожный, классический мотоцикл, то есть, здесь нет никаких ограничений, в плане того, что, ну, вот, там, мол, тяжелый крузер, он не может ехать, допустим, там, по лесным тропинкам, да, везде можно ехать, просто, если ты умеешь ездить, ты будешь ехать везде, и на чем угодно, хоть на юбирке, блять, хоть на, ир-6, или на, ир-1, там, или на этот, или на, вот, на тяжелом крузере, там, за 350 кг, то есть, здесь делается, не в том, то, что какая техника, а в том, что прокладка между рулем и сиденьем, чтобы было нормально, вот, это нюанс, да, здесь надо уже, понимать, ну, ну, сочный, а, поначалу, кстати говоря, у меня вот это вот, был такой, немного стрю, когда я только его купил, я гнал его с Москвы, вот, как раз здесь полторы тысячи километров, вот, вот этот воздушный двигатель, который, у меня были уже воздушники до этого, ну, вот это, по-моему, самый, шумный двигатель из всех, которых я ездил, просто, и даже, вот, вообще, из всех, которые я ездил, ну, кроме Корлеев, а, кроме Дукати, Дукати, хуже, блядь, звучит, Дукати, вообще, блядь, как ведро с болтами, никому, блядь, не желаю, блядь, Дукати, ну, ладно, про Дукати не будем, и простят меня владельцу Дукати, вот, а, да, он довольно шумный, и меня напрягал, я такой, еду и не пойму, что-то, блядь, здесь шум какой-то, блядь, там какой-то шум, что за хуйня, блядь, что шумит-то все, не умею, потом приехал, у меня сосед по гаражу, ездит на таком же, руль, да, и тоже, 1600 у него, я к нему приехал, он говорит, да не парься, говорит, это нормально, они все такие шумные, я, говорит, уже два года езжу, тоже поначалу думал, там, вот, что-то там будет шуметь у меня, там, что-то там мозги ебет, да, нормально все, это, это просто воздушник, поэтому, то есть, к этому надо привыкнуть, просто, и не обращать внимания, то есть, когда там появится какой-то звук, там, допустим, ну, если какая-то неисправность, то это будет явно ощутимо, то есть, то есть, это будет не технологический звук уже, как здесь, вот, волыкла по на, там, или прочее, то есть, там будет какой-то, блядь, точно посторонний звук, который точно будет слышно, благо, это воздушка, здесь слышно все охуенно вообще, и я, короче, перестал париться, и, то есть, вот, теперь по тысяче километров, блядь, радует меня, ямашка, просто секс вообще, ничего больше не скажешь, это секс, 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 вот, блин, всякую не наговорил, вот, на холостых, кстати, как зеркало дрожит, еще это, тут опять затруднение, здесь и цветы жизни, господа, простите, подвиньтесь, это все-таки сексуальный выход, ничего не скажешь, и вот говорят, что, да, вот на городе, на большом круизе, на таком ездить неудобно, я же хотел Драгстар сначала купить, вот, ну, на Драге я ездил, вот, и, как там, он прям, прям вообще малыш, но по сравнению с Роудом, он прям, ну, прям велосипед, извините меня, опять же, господа владельцы Драге, я ничего не говорю, Драга, он прикольный тоже, он же практически полуторазмерный, тоже круизе большой, поэтому, здесь резь-то не в том, то есть, как он весит, там, или, вот, рулится, вот, рулится вообще ничем не хуже, чем, блядь, к примеру, вот, та же Драга, да, весит хоть и побольше, рулится вообще ничем не хуже, ладно, постоим, подождем, не знаю, слышно, что я записываю, нет, там, брат, мотоциклист едет, скутерист, мопедист, кстати говоря, тоже хотел сказать, нюанс, вот, для тех, кто рассматривает, для покупки, себе, такого мотоцикла, боято, это именно Роуда, седло, очень удобное, но оно довольно широкое, и имеет сужение только к баку, то есть вот именно уже около бака, и если у вас короткие ножки, или вообще в целом вы ростом небольшого, то есть вам придется, чтобы на светофорах, когда останавливаться, спешиваться, вот, нужно будет продвигаться ближе к седлу, в смысле к баку, потому что иначе, то есть достаешь только одной ногой, а второй, вот, допустим, я при своем росте достаю на цыпочках второй ногой, если не двигаться вперед, поэтому, ну, надо смотреть, смотреть, мерить, конечно, жопой, выбирать жопой мотоцикл себе, а то, что я не взял, допустим, Харлей, то есть, ну, я думаю, то, что, во-первых, Харлей, это не последний, то есть, раз я буду покупать мотоцикл, то есть, Ямаха у меня устраивает, но на полноразмерные Харли у меня просто тупо нет денег, я езжу, врачить ходить пешком, врачить на Харлей Дэвидсон, это, ну, блядь, лучше ездить на Ямахе, чем врачить на Харлей Дэвидсон, в общем, вот такая позиция, поэтому, можете сами решать для себя, то есть, да вообще, лучше просто ездить, да, чем сделать голову себе, там, или кому-то еще, потому что, ну, пока вы накопите, допустим, там, я не знаю, конечно, у кого-то там и лямки, деньги, для обычных людей, там, кто там работает, там, 5-ти дневку в офисе, там, или на заводе где-то, то есть, там, у кого нету свободного ляма, допустим, то есть, именно вот такой вариант, это покупка в ушки, допустим, за 200, там, за 150, там, 250, там, хорошо, там, если у тебя там 300 тысяч, 350, да, вот уже на такой большой мотоцикл, а так, конечно, да, и 400-ка, отличные байки, то есть, я же ездил, то есть, и так же вуз не дул, да, конечно, там, нету вот этого, это вся гелома, но, блядь, едешь ты и едешь, то есть, что, какая разница, по большому счету, то есть, и так же, вот, да, некоторые зазнаются на Харли Дэвидсонах этих, блядь, вот, короче, я на Харли Дэвидсоне еду, блядь, а ты едешь, блядь, как вонючка, блядь, на каком-то там, ухерном китайце, там, блядь, на двухсоточке на своих, да пошли вы в задницу, блядь, мы вот, допустим, вместе с пацанами, там, катаемся, то есть, на разных мотоциклах, там, у кого-то, китайцы, там, у кого-то, там, блядь, японцы, там, у кого-то, блядь, двухлитровые, у кого-то, у кого-то двухсотки просто, и мы вместе катаемся, да, есть нюансы, там, допустим, двухсотка, конечно, что не успеет за мной там и четырехсотка там не успеет за мной но я не втоплю допустим если вы выехали выехали вместе мы приезжаем вместе просто подождали друг друга и все поэтому все это вот пиздец то что там нельзя там на четырехсотке ездить все это шляпа ребят пацаны покупайте ездите то на чем хватает денег единственное главное не забывайте экипировку также на последние деньги не надо покупать мотоцикл оставьте там себе хотя бы тысяч 30 там на экипировку купить себе там штаны там шлем куртку перчатки потому что особенно когда это ваш первый мотоцикл неизбежно все будут падать все падают опытные падают а уж про новичков что говорить я когда меня тоже вот там 14 или 15 лет назад урал был блять я на нем во первых больше тенил чем ездил а во вторых блять я на нем падал блять и падал так больно блять и вот после каждого падения у меня прибавлялось какой-то и комплект то есть не комплект а именно как какая-то часть детали экипировки потому что ну нельзя нельзя если ты живой человек у тебя в тебе есть голове мозги нельзя блять успешно относиться к своему здоровью чревато просто так что будьте будьте любезны блять подумайте себе сами вот игру тянет как огонь тачка огонь так жена слезла подножки можно убрать собственно вот он выхлоплю люблю баб ладно господа с вами был андрей мотор самарклаб всем пока